Слышно? Добрый день. Очень удачная последовательность докладов получилась, потому что в своем докладе я буду рассказывать как раз про пример комьюнити, который сейчас я создаю. Коротко о предмете. Основной продукт наш это ShareX Open. Это шаблон, открытый модуль шаблон для создания сервисов, показания произвольных шеринговых услуг, которые можно было бы интегрировать между собой. Ну и, соответственно, я являюсь представителем компании, которая и занимается разработкой данного продукта. Это стартап. Это основной наш продукт, который доступен в качестве программного продукта для пользователей. И согласно нашей стратегии, нам принципиально, чтобы этот продукт был именно с открытым исходным кодом и свободно распространяемым. Соответственно, в рамках этой концепции мы активно привлекаем студентов и формируем вокруг данного продукта комьюнити из молодых специалистов и, соответственно, из выпускников. Некоторые студенты, которые начинают свой путь в нашем проекте, они остаются с нами. Соответственно, на этапе формирования комьюнити, конечно же, у нас встречаются некоторые сложности. Понятно, что если работать с определенными образовательными организациями, есть некоторый ресурс студентов при, скажем так, удачном стечении обстоятельств. Вот в прошлом году у нас порядка 80 студентов приходило к нам на практику. Но, к сожалению, достаточно мало остается в проекте и участвует в нем активно. Тем не менее, у нас остаются выпускники, то есть мотивация не только завязана на получение дипломов. И в том числе эти выпускники остаются не только в качестве сотрудников, а также в качестве людей, которым просто неравнодушно то, что у нас происходит, и они хотят воплотить в жизнь то, что они начали довести до ума. И важным еще моментом нашего взаимодействия это взаимомотивация участников комьюнити на обучение, на движение вперед. Но при этом есть и некоторые ключевые моменты, которые замедляют движение проекта, мешают нам так или иначе. И, в принципе, может быть, даже затрудняют интеграцию новых участников в проект из иных образовательных организаций, просто тех, кто находит нас отдельно. Это некоторый страх перед коммуникацией между участниками, страх публичных обсуждений и стартовые низкие навыки участников, что представляет собой плохую предсказуемость по срокам. В частности, сегодня предполагалось выпустить что-то вроде релиза, но релиз у нас сегодня не получился, так или иначе. Но мы к нему, наверное, близки как никогда по сравнению с тем, что было раньше. И в этот самый момент хотелось бы, кстати говоря, выразить особую благодарность тем людям, которые в прошлом году лояльно отнеслись к состоянию нашего проекта и все-таки разрешили выступить, несмотря на то, что у нас было, скажем так, не очень густо в гидрепозиториях. В этом году у нас бесконечно больше, чем было в прошлом году. И это в том числе результат той мотивации, которую получили участники проекта, которые увидели отношение сообщества к тому, что они делают, увидели свое место в том, что делают другие. Собственно, на основе нашего продукта студенты могут, и в принципе участники сообщества, почему я говорю в основном студенты, потому что в текущей ситуации все-таки так получается, что основная мотивация людей, приходящих к нам в проект, это сделать дипломную работу. Соответственно, они приходят как со своими проектами, так кто-то принимает те уже коммерческие задачи, которые есть у нас. Тем не менее, очень радует, что приходят ученики, которые на основе того, что у нас уже есть, берутся делать и реализовывать какие-то собственные идеи. И на данном этапе у нас есть уже некоторый набор перспективных наработок, которые, может быть, не очень, низким порогом входа, достаточно серьезным порогом входа, но можно уже использовать для запуска каких-то собственных решений в рамках общей концепции. То есть у нас уже все части нашего продукта, как идея, полностью верифицированы, собраны в единую структуру, и в принципе это уже начинает быть жизнеспособным. Соответственно, решение достаточно объемное, и то, что не является нашим продуктом, взаимодействует с иными свободными решениями в качестве модулей, основы. Это тоже является определенной, возможно, сложностью при, скажем так, при организации работы у нас при построении комьюнити и, в принципе, при взаимодействии точно так же используются исключительно свободные продукты, которые участники запускают, настраивают сами. Соответственно, да, проблема, что там, где поговорить, допустим, почему-то не работает, либо работает не так, как они привыкли, да, имеет место тоже быть, но постепенно мы эти моменты проходим, и у нас сейчас на данном этапе уже полная инфраструктура для обеспечения нашей деятельности на основе тоже продуктов с открытым исходным кодом. Здесь приведена примерная структура, неполная совершенно того, что у нас есть. Соответственно, все исходники выложены в гид, можно с ними ознакомиться в том виде, в котором они есть сейчас. И при разработке мы ориентируемся на следующее важное для нас качество, для того, чтобы наш продукт действительно стал, можно было переиспользовать для построения собственных сервисов. Ну, во-первых, это модульность. Как видно на этом слайде, у нас он распилен на большое количество частей с разным назначением, несколько разными лицензиями. Дальше мы всегда проверяем разворачиваемость. Это мое основное требование, чтобы разработчики не получили случайно какое-то решение, которое бы не воспроизводилось или которое работало для какого-то частного случая. Соответственно, отсюда вытекает нейтральность и универсальность относительно задачи. То есть основной фокус, вне зависимости от того, что они разрабатывают какие-то собственные решения на основе нашего, основное сейчас участие их направлено на то, чтобы доводить до ума основной проект и уже из основного разворачивать собственные методы определенных надстроек. Соответственно, для того, чтобы проект и комьюнити как-то жило, поскольку каждый год все-таки студенты обновляются, не полностью, некоторые с нами на протяжении всего времени обучения. Тем не менее, у нас применяется опыт активной передачи знаний друг к другу, и это очень хорошо стимулирует понятие необходимости документации. К сожалению, не все еще научились ее писать должным образом так, чтобы это было понятно, но вот такими итерациями осознание происходит, к состоянию выпускников они уже начинают писать что-то такое, что действительно могут прочитать другие. Соответственно, к проекту может присоединиться примерно кто угодно, это и школьники, и студенты, у нас нет никаких ограничений по опыту и возрасту, но также все желающие. И мы как компания готовы оказать участникам комьюнити поддержку в запуске собственных решений с точки зрения бизнес-консультирования и так далее, если речь идет о каком-то коммерческом проекте. Тут есть опять некоторая сложность, студенты редко верят в свои силы с точки зрения запуска собственного решения, они очень хорошо могут придумать какую-то идею, эта идея может быть даже полезной, но для того, чтобы это было востребовано в мире, нужно что-то еще, соответственно, с этим еще мы можем с ними поработать и помочь им и технически с точки зрения старта, и идейно. Соответственно, здесь показаны ресурсы, с помощью которых мы потихонечку двигаемся вперед, это наш гид, на котором выложены текущие наработки в том виде, в котором они есть. Есть Вики, которую тоже потихонечку, к сожалению, иногда из-под пинка, но пополняем новыми материалами относительно общей документации проекта, там же более подробно про это все расписано. Мы постепенно по мере развития формируем курсы, соответственно, каждый год новый поток свежих студентов подключается к этим самым курсам, и мы совершенно свободно можем подключить любого желающего к ним. И сейчас, опять же, оно в рамках итеративного совершенствования, может быть, оно еще не готово для того, чтобы в чистом виде использовать целиком, где-то отдельно, без нашей поддержки в образовательных организациях, но мы к этому стремимся. Ну и, соответственно, мы используем полностью инфраструктуру на основе свободных продуктов. представлен e-mail для связи. Мы готовы сотрудничать с любыми образовательными организациями, если подобная деятельность им интересна, но и также готовы ответить на любые вопросы относительно проекта и иных особенностей. А, кстати, вы, может быть, все-таки распишите, в чем суть вашего проекта с таким названием «Шарикс». Я бы подумал, если «Шарикс», то это продажа шариков. Возможно, знаете, продающие шарики с гелем, закиси азота, очень такой веселый стартап, можно поднять много денег или какая была идея? Ну, кстати говоря, продажа шариков была в домине, который мы уже успели перекупить. Успели перекупить, да? А еще есть операционная система китайская «Шарикс». Мы тоже там много чего нагуглили по «Шарикс». Китайскую операционную систему мы не видели. На GitHub, кстати, есть. Кстати, вот вашего кода на GitHub нету. На вашем собственном боксе, который, кстати, есть зайти, то там списка проектов нет. Там надо гуглить хитрым образом через сайт, находить их спрятанное. Да, спасибо, что заметили. А на GitHub вашего кода нет. А «Шарикс» там, впрочем, есть. Вот если вы там пойдете, то там «Шарикс» уже есть. Что такое «Шарикс»? И вы уверены, что вот ваш стартап взлетит? Как там? Ну, если были не уверены, наверное, не делали. Просто немножко неэтично, знаете, использовать студентов, бросать их на амбразуры мертвого стартапа. Это весело, это прикольно, это в рамках российской такого мясного штурма, да, но немножко неэтично. У них очень много дипломных работ, защищенных на «отлично». Мне кажется, это уже прекрасное достижение для студентов. И вы дали много этих посмертных, значит, отлично. Почему посмертных? Они в процессе обучения, в общем-то, учатся работать в команде. Учатся работать в команде, учатся на Джанго делать это. Вы уверены, что на вашей архитектуре на Джанго взлетит какой-то такой распределенный мощный хайлоат, как у нас в России любят говорят, сервис? Я бы сказал нет. Но давайте спросим кого-нибудь еще. Главное было тебя перебить. Саша, спасибо большое. Насчет разворачивайся, у меня к тебе как-то, так сказать, к заслуженному участнику Alt-Linux Team вопрос о в Сизифах нашего города ждать. Конечно, ждать. Сейчас интересно. У меня сейчас они пока боятся немножко, я их все подпадаю. Приходите в гости. А у меня один из участников команды очень активно рассматривал вакансию еще в Альте, но так и не решился. Так можно для начала рассматривать вакансию Alt-Linux Team. Собственно, Alt-Linux 40 касает Join. Я их окучиваю в этом направлении. И второй момент насчет осознания о пользе документации. Я документацию начал учиться писать тогда, когда что-то сделал нетривиальное, но думал, что это не понадобится больше. Через год оно опять понадобилось, а я тот конфиг даже не потрудился в комьюнити за гидрой ответом на свой вопрос. И я теперь говорю, пишите документацию как для себя год спустя, когда все забыли, но помните, что это уже разбирали. Позвольте вставить небольшую ремарочку. Насколько я понял, у вас свой гид-репозиторий, свой гид-сервер, зеркало на гид-флике будет? На ком? На гид-флике. Хотя бы чисто ради опциональной варианта. Можно сделать, не вопрос. Хорошо, спасибо. Небольшая реклама гид-флика прямо тут, да? Да, посмотрим, изучим. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Можно вот еще показать модули и вот запомнить, здесь написано шарик open. И вот во всех проектах у вас присутствует open, 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 open. То есть подразумевается, что есть еще не open проекты, да? Смотрите, open это шаблон, он поэтому и open, чтобы его мог взять кто угодно и для чего угодно. А этот open можно взять для того, чтобы определенным образом доделать и запустить уже собственные сервисы. Они могут иметь, они могут быть как открытыми, так и не совсем. Не, не, подождите. У вас от JPL лицензии и JPL. Правильно. Очень тяжело превратить в закрытые лицензии. Так вот именно поэтому у нас часть модулей под JPL для того, чтобы основная структура оставалась открытой. Для того, чтобы обеспечивать… Так она уже и так открытая. Зачем еще название слова open сюда добавлять? У вас изначально проект открытый. Да, но там могут быть еще надстройки над ним, дополнительные модули, которые могут каким-то иным образом называться. Нормально, нормально, рекламно добавили отличное ключевое слово open, оно повышает. Ну почему, да, зачем это слово? Другое дело, что лицензия JPL, это трусы используют, которые боятся, что хитрые студенты клонируют все это и тут же поднимут свой собственный шарик с X2.0. Нет. И порвут вас, потому что они могут… Но я не боюсь своих студентов, и это сделано в первую очередь для того, чтобы как раз поддержать жизнеспособность проекта. Ну в смысле, вот кто-нибудь может взять… И однородность его. И поднять свой собственный стартап и прямо делиться кодом, но у них там будет свой собственный стартап с более интересным названием, например, JPL это не позволяет. Я понимаю. А, надо договариваться. Ну понятно. Хитрый код, окей, вопросы? Там очень просто можно действовать. Нам важно для обеспечения стыкуемости сервисов между собой, чтобы у них… Заканчиваем, заканчиваем. Ну, определенная часть… Это позор. Это фиаско, братан. Нам важно для обеспечения, скажем так, интегрируемости модулей между собой, чтобы код был, ну в общем-то, одинаковый. Иначе это может приводить в том числе к каким-то конфликтам при работе, при запуске и так далее. Вот именно для этого здесь JPL, это не потому, что мы в том числе боимся, что там кто-то что-то где-то украдет. Это в том числе для обеспечения функционирования в связке. Впервые слышу, чтобы JPL применялось для того, чтобы на этой, видите, там API там не ползло. Вот код был одинаковый. Впервые. Это интересная мысль, вообще просто нетривиальная. Надо ее выдумать. Окей? Скажите, пожалуйста, а монетизация что-то не уловила? В чем состоит-то схема монетизации? Какая у вас? Монетизация у сервисов конечных уже. Плюс если мы для этих сервисов… Мы же для этих сервисов можем предоставлять какие-то дополнительные информационные услуги через там API, да в том числе там эквайринг, тот же еще что-то. Вот в этом монетизация. Для сервисов или для людей? Когда уже конкретные клиенты будут приходить к сервисам, если мы этим сервисом уже как компания будем предоставлять наш, ну какой-то другой продукт. Слушай, это очень такая тема, понимаешь, лучше ее не поднимать. Сервис занимается шерингом одних людей для других. Понимаешь, монетизация там может происходить в куче способов, но вот лучше туда не лезть. Так стартап, потому что, ну ты понимаешь, это стартап. Ну тут анекдот про стартап, знаете, я стараюсь… Если кому-то интересно более подробно вот эту вот часть, я предлагаю ее обсудить, наверное, на кофебрейке. Может я проинвестировать хочу? Не вопрос. Будешь сидеть как-то? Хорошо. Миша говорит, никакой политики, никакого бизнеса. Это трансляция, чтобы услышали. Окей. Никакого бизнеса. Ну ладно, бизнес это бить, это самое и без нас, да. Давайте все-таки я задам вопрос. У меня парочка достаточно коротких вопросов. Почему, вот спросили, у вас собственный гид-риспозиторий, чем вам не устроил такой гид-хаб? Ну, начинать с него проще. На самом деле, когда-то давным-давно мы начинали с него, но некоторое время назад мы решили все-таки поднять всю инфраструктуру у себя. Ну вот вопрос зачем? Ну, во-первых, замечательные студенты потренируются это делать. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Вы сказали, что вот у вас есть студенты, и вы приглашаете еще заведение, кому это интересно, такая форма. Прекрасная форма, практика, все прекрасно. У вас есть какой-нибудь прецедент? Прецедент чего? То, что ваш опыт, к вам пришли и сказали, да, нам интересно. Сейчас обсуждаем взаимодействие, достаточно плотное, с одним из вузов московских. Спасибо. А насчет вашего, как называется, названия? Кстати говоря, это как раз один из наших участников комьюнити туда пришел и начал доносить эту мысль, что особенно ценно. Куда пришел? Другой вуз? Его выгнали из вашего, и он привелся сюда. Нет, 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 он не ушел из нашего вуза, он выпускник, он успел сходить в армию и вернуться. Ух ты, карьер какая. И остался достаточно мотивированным для того, чтобы начать это популяризировать. Поэтому я считаю, это прекрасный совершенно опыт, спасибо очень большое этому человеку. А насчет шутки про название, вот у нас Inbox, и прекрасно было такое, вы что, еду доставляете? А знаешь, возможно, самая монетизация твоего сервиса произойдет, когда продашь свое название к какому-нибудь сервису доставки еды, и выйдешь, вот, миллиардера наконец-то, прекратишь заниматься этой всей херней. Спасибо, но здесь уже бизнес пошел. Ну что ж, больше вопросов нет, тогда поаплодируем замечательному сервису. Спасибо за доклад. Коллеги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!